Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться, поставить лайк этому видео, если оно вам понравится, и для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Ну а мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 23 февраля, киевское время, 19 часов. Итак, оперативная обстановка. Сегодняшний день проходит напряженно, воздушные тревоги с утра были, но даже работала система ПВО, в том числе и в Киевской области. Но на пока повторений воздушной тревоги не наблюдается, и обстановка более-менее спокойная. Российская Федерация основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купенском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. То есть география наступления российских войск на данный момент не изменилась. За прошедшие сутки защитники отбили около 90 атак противника на указанных направлениях. Ну это, я так понимаю, Генеральный штаб дает нам с вами цифру для понимания той ситуации, которая сейчас происходит на вот этих оперативных направлениях, которые я перечислил. В то же время противник нанес порядка 10 ракетных ударов и 19 авиационных ударов. Совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Это, кстати, к вопросу задавали вопрос, ну я его не брал отдельно для ответа, но скажу, что спрашиваете о применении реактивных систем залпового огня, так вот в эти 37 включаются системы Ураган и системы СМЕРЧ. То есть большой дальности дальнобойные, точнее большого калибра дальнобойные системы реактивные, которые противник применяет по нашим позициям и по населенным пунктам Украины, обстреливая наши города. Вновь пострадали мирные города и села и гражданское население. Угроза нанесения России ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины. Ну мы ожидаем, у нас еще завтра 24-е годовщина начала массированного вторжения российских войск в Украину. Мы ожидаем, что может быть, и даже наша разведка говорит о том, что скорее всего ракетный удар будет, но может быть не такой массированный, как ранее это было, потому что время с последнего удара прошло очень мало. Мы знаем, что Россия очень долго готовит свои ракеты к нанесению массированного удара. Для этого им нужно время. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Признаков формирования враждебных наступательных группировок не выявлено. В Белоруссии стартовали двухнедельные учения пограничников, во время которых они будут бороться с партизанами и диверсантами. Вот так вот белорусская армия начинает готовиться к борьбе с партизанами и диверсантами. Ну, наверное, с российской стороны. А в целом ситуация по-прежнему стабильная. Противник учится, постоянно учится. А мы в это время строим плотную оборону наших северных рубежей. Превращаем практически нашу северную границу в линию обороны, оборудованную в инженерном отношении. Противник отстрелял из минометовой артиллерии населенные пункты Черниговской, Сумской и области, а также 18 населенных пунктов в Харьковской области. Наша разведка зафиксировала движение российских войск в направлении Черниговской области. Сразу скажу, что по данным нашей разведки, это была небольшая колонна, максимум до роты. При этом из бронетехники был один бронетранспортер и были тентованные грузовики с личным составом. В чем особенность этой колонны? Она вышла с Белоруссии и двигалась по территории Белоруссии в сторону границы с Черниговской областью. Дело в том, что на этих машинах, на этом бронетранспортере не было опознавательных знаков. То есть ни буквы В, ни буквы З, никаких других, вообще никаких опознавательных знаков. Это первый момент. И второй момент, личный состав, который был в грузовиках, был одет в военную форму, очень похожую на военную форму вооруженных сил Украины. Поэтому мы держим под контролем, наша разведка наблюдает за этой колонной, держим под контролем. Об этом на территории Белоруссии нам сообщили представители оппозиции, в частности телеграм-канал «Белорусский Гаюн», о том, что эта колонна вышла. Мы держим под контролем. Ну, это возможно, вот то, что я говорил, это возможно подготовка вот этих провокационных действий. Кстати, в, по-моему, Харьковской области за прошедшие сутки отбито две попытки, точнее не в Харьковской, а в Черниговской, опять же, в той же, две попытки проникновения диверсионных разведывательных групп на нашу территорию. Так что, вполне возможно, что будут проводиться вот такие вооруженные провокации, типа разведки боем, для того, чтобы максимально сковать наши войска, наши силы, и не дать их возможности перебросить на восточно-оперативные направления. На Купинском и Лиманском направлениях глобальных перемен нет. Здесь ситуация более-менее стабильная. Ну, по поводу того, что мы отходим и частично уступаем территорию, один из военнослужащих написал твит. Этот твит облетел весь мир уже. О четырех километрах на Кременной. От бойца и твит о том, как мы отошли в посадке и почему мы отошли. Этот твит описывает ситуацию за последний месяц. Поэтому не поленитесь, поищите этот твит. Он есть в средствах массовой информации, его уже тиражируют везде. И тогда будет более четкое понимание той ситуации, которая сложилась сегодня на Купинском и Лиманском направлениях. Действительно, в лесу 3-4 километра пришлось отступить нашим войскам. И вот этот твит объясняет эту ситуацию. На Бахмутском направлении Берховка, к сожалению, перешла под контроль врага. Идут бои в Ягодном. На Восточном берегу враг медленно, но выдавливает наши силы к реке. На юге города ситуация стабильная. Скажу так, что скорее всего, мы, наверное, как и планировалось ранее, мы уйдем за реку, потому как далее противник продолжает наращивать усилия, привозит новые подразделения. И просто жечь там наши силы не имеет смысла. Скорее всего, в ближайшее время наши войска уйдут за реку Бахмутка, сядут на господствующие высоты и будут просто перемалывать всех подходящих к этой реке российских оккупантов. На Абдеевском и Шахтерском направлениях продолжается давление из Новобахмутовки на наши позиции. Успеха противник не имеет. Линия фронта стабильная. Всего за минувшие сутки оккупанты совершили 43 безуспешных атаки вблизи упомянутых населенных пунктов. Это касается в основном авдеевского и шахтерского направления. Зафиксированы также артиллерийские обстрелы порядка 22 населенных пунктов. На Запорожском направлении огневое поражение с обоих сторон идут позиционные бои и обмен артиллерийскими ударами. Ситуация стабильная. Никто никого не атаковал. На Херсонском направлении тоже без изменений. Продолжаются обстрелы правого берега реки Днепр. Наша артиллерия отвечает. И ситуация более-менее стабильная. В плане никаких изменений за прошедшие сутки не произошло. В общем по ситуации на линии фронта надо отметить тяжелую ситуацию в Бахмуте. И то, что противник вышел на севернее Бахмута, противник вышел на 200 метровые высоты и пытается выдавить наши войска до трассы с Хромовой, это населенный пункт, все находится ниже этих высот, на которые вышел противник. Поэтому они сейчас на господствующих высотах и у них есть возможность наносить огневое поражение нашим войскам. Вот такова вот ситуация. Это описывает ситуацию в самом Бахмуте, почему мы постепенно отходим к реке. Российские оккупанты продолжают насаждать паспортизацию гражданам Украины. Для жителей Новой Каховки с 19 февраля поступает сообщение агитационного характера о работе в городе миграционной службы. То есть они пытаются, даже уже так, видите, уже не просто на предприятиях, кто работает, там заставляют, иначе уволят. С 1 марта обещают увольнять, а на улицах идут различные призывы и уже даже, видите, миграционная служба. То есть они будут проверять документы на улицах и заставлять отказываться от гражданства Украины и брать гражданство Российской Федерации. Ну это, в принципе, принуждение, и это тоже относится к одному из элементов геноцида против украинской нации. В связи с провалом наступления и значительными потерями в живой силе под Углидаром лично состав добровольческого, так называемого, казачьего отряда, который был придан 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота, отказывается от дальнейшего участия в наступательных действиях. То есть они готовы садиться в окопы, в оборону, но ходить в атаки они больше не готовы. Вот такая вот ситуация. Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники противника, а также один удар по зенитно-ракетному комплексу врага на огневой позиции. Наши же подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника и состав с боеприпасами. Вот такие вот военные новости произошли на линии фронта от Харькова до Херсона и на всех оперативных направлениях вдоль границ Украины с Белоруссией и Российской Федерацией. Ну что ж, поговорим немножко о военно-политических новостях. Они тоже присутствуют, хотя пошли немножко на спад. Политическая активность, визит Байдена завершен в Европе и политическая активность немножко пошла на нет, спадать. Но, тем не менее, наше национальное агентство по предотвращению коррупции внесло французскую корпорацию «Ашан Холдинг» в перечень международных спонсоров войны. Дело в том, что «Ашан» отказалась компания уходить с российского рынка, активно развивает там свой бизнес и они говорят, что война для них не помеха. Ну, вот для примера скажу так, что рынок «Ашана» в России, только в 2020 году российский «Ашан» платил 167 миллионов долларов в российский бюджет. По подсчетам журналистов, это равняется стоимости 15 самолетов Су-25, 42 танков, 222 ракеты «Калибр» или 477 тысяч автоматов АК-74. Вот такой вот «Ашан» принес прибыль российский бюджет. Кстати, я еще удивляюсь, почему не добрались до такой компании, как «Метро». Она тоже в России разворачивает свою деятельность. Кстати, в новогодние праздники компания «Метро» ввела просто агрессивную рекламу на российском телевидении для того, чтобы граждане оформляли там скидочные карты и приходили к ним на распродажи новогодних товаров. Их тоже, я думаю, что надо внести в этот же самый список. Они не собираются уходить с российского рынка или попросить уйти с нашего. Новая тактика у российских оккупантов появилась на поле боя. Это джихад бронемашины. Что делают российские оккупанты? Они берут, допустим, МТЛБ или в народе называемую «Моталыгу». Также используют иногда бронетранспортеры и БМП. Полностью загружаешь их под завязку взрывчаткой. Даже закладывают туда фугасные авиационные бомбы типа ФАБ-100. То, что могут поднять, то и закладывают. И направляют в сторону наших позиций. Заводят, включают передачу и направляют в сторону наших позиций. Она подъезжает к нашим позициям. Эта машина. И через некоторое время ее дистанционно подрывает. Естественно, наши бойцы, если находятся в зоне поражения, то попадают под осколки или под ударную волну. Потому что взрыв мощнейший. Ну, вот я для примера приведу вам, что где-то порядка тонны взрывчатки закладывают в одну бронемашину. И в том числе, я уже сказал, авиационные бомбы. Представьте себе, какой мощности получается взрыв. И если бойцы находятся недалеко от этой машины, то, естественно, они попадают под поражающий фактор этого взрыва. И далее, Российская Федерация активизировалась в подготовке и проведении. Новая волна пошла. Они хотят развернуть новую волну по принуждению нас к переговорному процессу. Земля в обмен на мир. То есть, признаете наши завоевания, и мы прекращаем ведение боевых действий. То есть, прекращаем огонь. Но на тех рубежах, на которых они стоят сейчас. Это говорит о том, что Российской Федерации очень большие проблемы с обеспечением армии. Я уже об этом говорил. О том, что они даже мобилизацию, видите, не усиливают и не ускоряют. Они сейчас берут мобилизованных очень и очень мало. Почему? Потому что российская армия не в состоянии принять такое количество мобрезерва. Мобилизационная система не в состоянии принять такое количество мобилизованных. Промышленность России за полгода не смогла перейти на военные рельсы. Не покрывает сегодня расходы или запросы, армейские запросы вооруженных сил России. Так что у них огромное... В связи с этим Россия начинает новую кампанию. Одним из первых откликнул, точнее начал эту кампанию посол России в Великобритании. Он заявил о том, что Украина отказывается от переговорного процесса. Что Россия открыта к переговорам. Они готовы прямо сейчас сесть за стол переговоров. И говорят, что в апреле месяце в Стамбуле они опять вспоминают, что обо всем договорились. Но вот Украина вдруг внезапно вышла из переговорного процесса. Ай-яй-яй, Украина не хочет мира на земле. Ну, надо быть готовым к такой акции. И очень хорошо, что на данный момент коллективный Запад в большинстве своем прекрасно понимает ситуацию, что прекращение огня в обмен на территории это не достижение мира. Что Россия на этом никогда не остановится. Так что новую волну нам придется в очередной раз гасить и отражать во всем мире. Нью-Йорк Таймс написала очень интересную мысль, опубликовала о том, что Украина может использовать дальнобойное оружие на поле боя, прежде чем будет объявлено о его передаче со стороны наших стран-партнеров, чтобы застать Российскую армию врасплох. Издание отмечает, что взрывы, прогремевшие в ночь на среду в Мариуполе, свидетельствуют о том, что Украина, по-видимому, активизировала свои атаки на позиции в глубине удерживаемой Россией территории. Ну, а что там за взрывы? Кстати, взрывы продолжились и в эти сутки в Мариуполе. Что это за взрывы и чем они вызваны, на сегодняшний день, к сожалению, никакой информации нет. В политикуме продолжаются дебаты, ну, я бы так это назвал, дебаты между политиками самого высшего уровня в плане поддержки или не поддержки Украины. Глава Министерства иностранных дел Словакии, будем говорить прямо, послал премьер-министра Великобритании, ой, извините, в Венгрии, премьер-министра Венгрии, пана Орбана, туда же, куда русский корабль был послан нашим пограничникам с острова Зминины. Вот такая вот, Венгрия даже ноту протеста заявила по этому поводу, что как же так, что надо обратиться, они порекомендовали словацкому министру обратиться к врачу в связи с этим. А смысл был в следующем, что для коллаборационистов Путина, и особенно для наших в Карпатском бассейне и Высокогорье, для всех тех, кто хочет миру ценой уничтожения Украины, у меня есть только одно послание, ответил словацкий дипломат и добавил ругательство на русском языке. Вот так вот выглядело это на очередные заявления Венгрии о том, что надо слушать Россию, а не Украину, и что надо идти на все условия, выдвигаемые Россией, то есть признание и завоеванных ею территорий. Вот словацкий министр ответил такой фразой. Далее, как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на представителя в отрасли, в рамках пакета военной помощи объявленного 21 декабря Соединенные Штаты передали Украине не просто авиабомбы, а модификацию с увеличенной дальностью полета до 72 километров, при сбросе с высоты 14 километров. Jam Air, расширенный диапазон. Вот такие вот планирующие бомбы издание Bloomberg сообщает, что передаются Украиной от производителя. Ну и еще один такой интересный в наш внутренний момент, это то, что в Верховной Раде Украины появился проект постановления, согласно которому украинскому парламенту предлагается принять заявление об основных принципах переговоров о капитуляции Российской Федерации или ее правоприемниках в условиях завершения войны. Вот такое вот. То есть мы активно готовимся к приему капитуляции со стороны Российской Федерации. И как настроен коллективный Запад, я думаю, что мы настроены аналогично, что в этом году это событие должно произойти. Еще несколько новостей от наших партнеров. Это то, что премьер-министр Испании посетил Киев с визитом. Ну, я уже неоднократно говорил. По-моему, тут уже те, кто еще не успел до конца, до окончания, до нашей победы в этой войне, должны поторопиться посетить Киев. Потому что потом все политики будут ходить и говорить, а ты был в Киеве, когда была война? А, не был. Так что это за политик такой? Как же ты занимаешь такую высокую должность? Это уже стало, я бы так, наверное, сказал, стало мемом, что в Киеве надо обязательно побывать. Но, тем не менее, господин Пан Санчес привез нам очень хорошие новости. Он сказал, что первая партия украинских военнослужащих уже приступила в Испании, уже приступила к освоению танков «Леопард». Единственное, он не уточнил, каких танков «Леопард», первых или вторых. Почему? Я сомневаюсь, потому что ранее Испания высказывала пожелания, что у них есть партия танков 100 штук «Леопард-1». И они готовили их для продажи. Ну, как бы контракт не состоялся, они предлагали эти танки передать Украине. Поэтому вполне возможно. И, кстати, первые разговоры о том, что наши танкисты должны поехать учиться в Испанию на танках «Леопард», прозвучали где-то в конце лета прошлого года. Сейчас вот премьер-министр официально говорит о том, что наши экипажи, наши танкисты учатся в Испании на танках «Леопард». Может быть и на вторых «Леопардах». Почему? Потому что он добавил две таких ремарки к этому сообщению. Первое, то, что Испания приложит все усилия, чтобы эти танки прибыли в Украину вместе с экипажами. То есть, как только обучение будет закончено, экипажи прибудут в Украину вместе с танками. Или наоборот. На танках «Леопард». Вот так. Или Испания делает все, чтобы совместить окончание учебы и поставку этих танков в Украину. И еще, видите, я говорил, что «Леопарды-1» была речь о 100 танках. А вот он сказал, что Испания постарается увеличить количество танков с 6 до 10, чтобы дать нам больше машин. То есть, практически роту дать. Поэтому, скорее всего, наверное, все-таки речь идет о танках «Леопард-2». Очень интересная новость пришла из Организации Объединенных Наций. Ну, тут вообще, наверное, я скажу, что у нас в Украине, что в лисе сдохло, что генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш наконец-то вспомнил, что идет война, и что ООН должна принять какие-то меры по предотвращению этой войны, по ее остановке и по наказанию страны-агрессора, которая развязала эту войну. Так вот, в четверг, то бишь сегодня, генеральный секретарь ООН осудил российское вторжение в Украину. Это прозвучало, наверное, первый, если мне не изменяет память, первый раз за год войны. Назвав его оскорблением коллективной совести мира. Вот такое вот замысловатое определение дал Антонио Гутерриш российскому вторжению в Украину. Цитата. «Это нарушение устава ООН и международного права», заявил генеральный секретарь. «Эскалация конфликта, по его словам, представляет явную и реальную опасность, а война разжигает региональную нестабильность и глобальную напряженность, и разногласия, отвлекая внимание и ресурсы от других кризисов и насущных глобальных проблем». Опа, через год после начала войны генеральный секретарь ООН заметил, что она идет. Когда участвовал в зерновой сделке, вообще не замечал о том, что это война. И он сказал, что пришло время отступить от пропасти. В чем заключается отступление от пропасти? Организация Объединенных Наций рассматривает резолюцию с призывом к России о выводе войск из Украины и прекращении войны. Об этом сообщила, кстати, об этом сообщила Би-Би-Си, служба новостей Би-Би-Си. И мы знаем, что уже заседание, вот на момент записи этого видео, заседание Генеральной Ассамблеи ООН началось. И вот на нем будет рассматриваться эта резолюция относительно действий, дальнейших действий политической позиции ООН и действий, которые ООН будет предлагать Украине. Почему говорю предлагать? Потому что резолюция Генеральной Ассамблеи ООН носит рекомендательный характер. Она не обязательно к исполнению. Но, тем не менее, это мнение большинства в мире. Посмотрим, Россия может пойти против большинства в мире или не может. Ну и завершить военно-политический блок, как всегда, вишенка на торте, на пасашок. Я приготовил такую новость. Украина в нашей стране назвали 10 основных побед за этот год войны наших сил обороны. Наше Министерство обороны опубликовало список из 10 самых значимых достижений Вооруженных сил Украины и рядовых жителей страны за год военных действий, прошедших с полномасштабного вторжения Российской армии 24 февраля прошлого года. По версии нашего Министерства обороны, следующие достижения. Первое. Это успешная оборона Киева, Чернигова, Сум и Харькова. Февраль-апрель 2022 года. Второе. Массовое сопротивление мирных украинцев российским военным на временно оккупированных Москвой территориях, причем как на севере страны, так и на юге страны. Отступление подразделений российских войск из Киевской, Черниговской и Сумской областей. Март-апрель 2022 года. Затопление флагмана российского Черноморского флота ракетного крейсера «Москва» апрель 2022 года. И освобождение острова Змеиный. Июнь 2022 года. Нарушение системы снабжения российских войск на юге и востоке страны. Июнь и август 2022 года. Частичное освобождение оккупированных территорий Харьковской области. Сентябрь-октябрь 2022 года. Освобождение оккупированного Херсона. Сентябрь-октябрь 2022 года. Успешная оборона населенных пунктов и энергетической инфраструктуры Украины системой ПВО. Октябрь-22 февраль 2023 года. И сдерживание российского наступления на востоке Украины декабрь-22 февраль 2023 года. Вот такие вот 10 основных достижений за год полномасштабной войны выделило Министерство обороны для нашей страны. Ну что ж, мы на этом с вами первую часть военной и военно-политической обстановки заканчиваем. Я по традиции делаю паузу. У вас есть время подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, если оно вам нравится. Тогда его смогут увидеть как можно больше людей. Ну и через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы, как обычно, ответами на те вопросы, которые вы задали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня прозвучит следующим образом. Еще в прошлом году весь мир кричал на Россию оружие и боеприпасов хватит на Третью мировую войну. По факту на России не хватает оружия и боеприпасов даже завоевать Украину. При этом Путин десятилетиями накручивал россиян воевать с НАТО. Как же они собрались воевать с НАТО, если у них с Украиной не получается? Ну я вам скажу так, что вы знаете, что Путин сделал подмену понятий для россиян? Вот на сегодняшний день он манипулирует общественным сознанием в России и говорит, что они воюют с НАТО. Для того, чтобы не позориться, что вторую армию мира, как он позиционировал всегда, но не только ООН, они все вместе позиционировали свою армию, как вторую армию в мире. После армии НАТО, вот так вот они как бы с коллективным НАТО они воевать не смогли бы. А вот там потягаться с любой другой страной, в том числе и с Соединенными Штатами, они были готовы. Сколько раз там говорили, даже песню сочинили, переделали эту, а на груди его качалась медаль за город Вашингтон. Это ж пропаганда чистейшей воды. И что Путин сегодня делает? Он говорит, что они не воюют с украинским народом, а воюют здесь в Украине с НАТО. У меня как бы возникает некоторый диссонанс в том плане, что у нас же армия сегодня мобилизованная из народа. Те, кто вчера вообще даже не помышлял о том, чтобы стать в строй, сегодня с автоматом в руках сражаются за суверенитет и независимость нашей страны. Так с кем вы воюете? Я понимаю, что Путин боится сказать правду россиянам, и что для них это будет осознание того, что они воюют здесь с Украиной. Наш народ не в заложниках, как говорит Путин, это вранье чистейшей воды. Мы сражаемся, всей страной сражаемся против оккупации Российской Федерации. Вы пришли к нам в страну для того, чтобы отобрать наши территории, для того, чтобы ликвидировать такое понятие, как государство Украина, и ликвидировать такое понятие, как украинцы, как нация. Вы занимаетесь настоящим геноцидом, тем же, чем занимался Гитлер. Вы возомнили себя высшей расой. Поэтому тут не надо натягивать сюда, что вы воюете здесь с НАТО. То, что НАТО нам дает... НАТО, кстати, не участвует в этой войне. НАТО, кроме гуманитарной помощи в 50 тонн топлива, еще нам ничего не поставил. Они пока только обещают и планируют помогать Украине. В гуманитарном отношении, да, есть помощь медикаменты и, по-моему, там в основном медикаменты. Больше ничего НАТО не дало. Все остальное дали наши страны-партнеры. Да, дали вооружение. Потому что у нас нет складов, где у нас там 10 или 20 тысяч танков стоит. И такого моб-ресурса у нас нету, да, как в Российской Федерации. Но мы не приходили в Россию, мы не захватывали российские территории. Мы не объявляли эти территории исконно украинскими. Хотя Кубань, Слобожанщина, где живут этнические украинцы, Дон, Казачество. Это же все была Украина, посмотрите. Но мы не претендуем и не говорим об этом сегодня. Мы хотим выйти на границы 91-го года. На границы бывшей УССР. На те границы, на которых распадался Советский Союз. На те границы, которые были подписаны или согласованы всеми бывшими республиками Советского Союза и приняты всем миром. Организации объединенных наций, в частности. Я говорю только за Украину. Я не говорю сейчас за другие. Сейчас скажете, что Армения, допустим, не признала границы 91-го года. И пошла войной на Азербайджан. Опять же, такая же самая политика имперская, амбиции передела границы. Вместо переговорного процесса они решили захватить их силой. А Россия в 21 веке пришла и начинает захватывать. Так что никакого НАТО нет в Украине. Воюете вы с украинским народом. Запомните это раз и навсегда. И я знаю, читаю, что по информации, что Путин хочет, чтобы его сравнивали с Петром Великим, с Екатериной Второй, с Иваном Грозным, собирателями земель российских. Но будут его в истории сравнивать с Гитлером, с Муссолини будут сравнивать, с Адамом Хусейном, с Муаммаром Каддафи. Вот с кем будут сравнивать. И будет в учебниках истории написано, а не будет в одной строчке. В одном разделе истории. Диктаторы и захватчики. Убийцы и военные преступники. Следующий вопрос. Добрый вечер. Подскажите, как попасть в 60 лет на фронт? Понимаю, что на передке от такого возраста толку мало будет. Но в хозчасти мы могли бы реально помочь. Пример. Мой товарищ 40 лет. Обучился на ПЗРК. А когда попал в войска, отправили в хоззвод. Я считаю, что в хоззвод могли бы брать людей в возрасте. Тем самым освобождая специалистов, которые больше пользы принесли бы на передке. Очень у вас, я бы сказал, патриотичное желание, которое заслуживает уважения. Скажу так, что вы можете в 60 лет попасть в вооруженные силы Украины. Для этого необходимо обратиться в военкомат. Но не в обычном порядке, а лично к военкому, где вы приписаны. Через решение военкома, или сейчас начальник центра комплектования, извините. Военкомата уже давно нет. К начальнику центра комплектования, там где вы стояли на учете. Вам надо прийти на личный прием и изложить свою просьбу, написать официальное заявление. И по решению военкома вас могут мобилизовать и поставить строй. Тем более, что в личной беседе вы можете согласовать возможности ваши, точнее не согласовать, а обосновать военкома, чтобы начальнику центра территориального комплектования обосновать необходимость вашей мобилизации. Так что, если есть такое желание, пожалуйста, в территориальный центр комплектования. Вы говорили про навчание в вид 6, а если готовить 2 месяца, это достаточно, чтобы отправлять солдата штурмовика на передний край. Имеется в виду 6 месяцев учебка дает подготовленного солдата. Но скажу так, что 2 месяца это в плане программы ускоренного курса, да, вполне может быть достаточно. Дело в том, что подготовку резервов диктует обстановка. Если обстановка диктует так, что нет времени готовить 6 месяцев, значит будет ускоренный курс подготовки в 2 месяца. Этого вполне достаточно для того, чтобы хотя бы основные навыки ведения общевойскового боя дать военнослужащему. Но еще раз повторю, все зависит от обстановки. Есть возможность, конечно, будут стараться готовить по полному циклу обучения. Если нет такой возможности, значит будет программа сокращаться, потому как необходимо решать оперативные задачи, которые возникают на линии фронта. Хотел бы спросить по поводу минометов. Много кто, и вы в том числе говорите, что у нас катастрофическая ситуация с ними в войсках. Но могут ли быть какие-то альтернативы по типу систем гатлинга или какие-то снаряды, назначенные, начиненные крупной дробью, картечью, штатнелью, для обычной бронетанковой техники, танков, БМП, бронетранспортеров. Можно ли таким способом компенсировать нехватку минометов? Нехватку минометов компенсировать можно. Первое, это увеличением количества бронетехники на боевых порядках, что мы себе позволить не можем, к сожалению. Мы и так на минимальной достаточности нас держат наши страны, партнеры. Ну и самое главное, это артиллерия. Артиллерия может компенсировать, кстати, минометы это тоже артиллерия, это вид артиллерии, но ствольная артиллерия может заменить минометы. Сразу скажу, что снарядов с шарапнелью или с картечью у нас нету. Вот 3Ш1, 3Ш2 это снаряды 122-152 мм с убойными элементами в виде таких гвоздиков с оперением, где-то 40 мм длиной. Мы все эти снаряды давным-давно утилизировали, и так как мы подписали Женевские конвенции об правилах и обычаях ведения войны. Присоединились к этим документам. Россия использует такие снаряды, да, с дистанционными взрывателями для борьбы с нашей пехотой. К величайшему сожалению, Россия, видите, страна вне правового поля, страна террорист, страна бандит. Вот, поэтому они это действительно используют. Что можно сделать? Можно применять либо воздушные, дистанционные взрыватели артиллерии, и тогда стрельба ведется на воздушных разрывах. Они практически тогда, в этом случае, они заменяют минометы. Большие углы возвышения, снаряд падает почти вертикально, взрывается в воздухе за счет дистанционного взрывателя. И тогда осколки сверху вниз поражают пехоту, которая укрывается в укрытиях. Находится, точнее, в укрытиях, в укрытая пехота, так называемая. Ну и заодно же технику, бронетехнику тоже частично поражают, выводят из строя. Потому что, ну, у танка, понятно, броня, осколки ему не страшны. Хотя еще смотря какие и куда попадет. А вот бронетранспортеры БМП, БМД, боевые разведывательные машины, они, да, у них броня не у всех противоосколочная. Поэтому для них это да. Стрельба на воздушных разрывах, так называемая. И второй вид ведения огня, стрельба на рикошетах. Для ствольной артиллерии есть такой вид стрельбы, когда угол падения снаряда менее 20 градусов. Тогда артиллеристы ставят обычный взрыватель РГМ-2, механически ставят на замедленное действие. И выбирают заряд, при котором угол падения в районе цели менее 20 градусов. Тогда возникает такой эффект, как рикошет. Снаряд ударяется о землю, в этот момент происходит срабатывание взрывателя. У него стоит замедлитель. Пока горит замедлитель, или пока работает механизм замедления, он поднимается в воздух. И происходит воздушный разрыв после удара снаряда о землю. Называется стрельба на рикошетах. Так что опять все упирается в количество боеприпасов и в наличие артиллерии. Вот в чем проблема. Артиллерия может заменить, ствольная артиллерия может заменить минометы. Но при этом расход боеприпасов вырастет для нашей артиллерии. Ну, два вида стрельбы я вам назвал. Что может компенсировать? Рационально ли формировать танковую бригаду из разных видов танков? Какие могут возникнуть трудности? Единственная трудность, которая может возникнуть, это логистика. Это обеспечение этих танков. Потому что разные типы танков, точнее разные производители. Тип примерно одинаковый. А вот разные производители, это разные боеприпасы, это разные запчасти. И разная методология обслуживания этих машин. Но я скажу, что для нас это уже не проблема. Почему? Потому что посмотрите, я уже неоднократно об этом говорил. Посмотрите на нашу артиллерию. У нас сборная солянка. Все, что можно было собрать с западных стран, мы все собрали. Прекрасно наша артиллерия воюет, прекрасно обслуживается, ремонтирует. Даже замена стволов производится, когда настрел превышает допустимый. Или когда вырабатывается ресурс ствола. Поэтому для нас это уже не вопрос. Мы уже умеем работать с многотипными или с разнообразными видами вооружений. А вот допустим, если удастся сформировать бригаду по батальону. Допустим, в одном батальоне леопарды, в другом батальоне челленджеры. В третьем батальоне абрамсы. Тогда или там Т-72. Тогда это облегчает задачу все-таки по батальону. На крайний случай можно поротно сформировать. Ну, хотя бы, чтобы подразделение было на однотипных машинах. Вот тогда это, ну, для, как бы, в общем, для бригады. Это будет единственное, что надо будет расширять логистику. Увеличивать количество ремонтных подразделений. Увеличивать количество специалистов по ремонту. Ну, и, естественно, ввести запчасти с разных источников по количеству типов танков в той или иной бригаде или батальоне. Расскажите тезис на разнице в военном подходе у блока НАТО и Российской Федерации. Что вам больше нравится и укажите на слабые места в обоих системах. Спасибо, привет из Калифорнии. Смотрите, разница в военном подходе состоит в том, что в Российской Федерации остался советский военный подход. Когда решение принимается командиром. Единоначально. Или одно сильное у нас, так еще украинскую можно сказать. То есть, коллективно готовится решение. Все это, как бы, согласовывается. Но потом один военачальник утверждает это решение. И оно спускается сверху вниз, как догма. То есть, идет сбор информации снизу. Поступает наверх, вверху ее анализирует, обрабатывает. Потом формирует решение, принимает его и спускается как догма. Отступление от решения – это преступление. Которое карается, ну, по законам военного времени. В других обстоятельствах, там, другими способами, там, административными, уголовными, там, и другими видами наказаний. Но, изменить это решение практически невозможно. В этом огромный, огромный минус советской военной системе. Отсюда и вот эти анекдоты, да, почему не стреляешь? Патроны закончились. Ты же коммунист. И пулемет застрочил вновь. Это не, как говорят всегда, народный фольклор отражает внутреннюю ситуацию в обществе. Вот так построена советская и российская армия в том числе. Как говорил, помните, были, когда Северодонецк, по-моему, брали, и дворник, да, дворников командовал тогда войсками, российскими войсками территории Украины. И был такой перехват, один из перехватов телефонных разговоров, что якобы он там ставил задачу какому-то полевому командиру. И тот докладывает, что не могут они там выбить наши войска с каких-то позиций. Он говорит, что ты типа нюни распустил. Бери людей, выноси их с позиций. Все. Бери людей, выноси их. Сто убьют, значит, бери следующую сотню там. Двести убьют, бери следующую сотню. Но выноси их с позиций. Любой ценой выноси. Вот в этом вся система военных подходов Российской Федерации. Они, в принципе, так и воюют. Особенно сейчас, когда техники становятся все меньше и меньше, артиллерия поддерживает все слабее и слабее, авиация практически участия принимает очень мало. Они идут людскими волнами. Волна за волной. Эта волна легла, следующую поднимает. Эта легла, следующую поднимает. Теперь подход натовский. Каков подход? Там решение на бой делает два оборота. Идет сбор и обработка информации. Точнее, нет. Ставится задача сверху, что надо выполнить вот такую-то задачу. Взять там, допустим, такую-то высоту. И эта задача спускается в ту часть, в то подразделение, которое действует на этом участке фронта. Или будет действовать. Внизу, в войсках, проводят полностью сбор, обработку информации. Формируют свое решение. Внизу формируют решение. Что? Для того, чтобы выполнить вами поставленную задачу, нам необходимо. Вот такое-то, такое-то виды усиления. Столько-то, столько-то боеприпасов. И отправляют это решение наверх. Наверху его оценивают. И либо утверждают. И говорят, да, вы все это получите. И, пожалуйста, вот в такие-то сроки тогда-то начните и выполните эту задачу. В этом случае командиру, утвердив решение, всю ответственность за выполнение боевой задачи возлагает на тех, кто формировал вот это решение на бой. Решение на операцию. Если же командование Верхнее не может обеспечить всей необходимой помощи и поддержки для выполнения этой задачи, тогда идет рабочее совещание. И они определяют, либо изменяется задача, либо ищут способы для того, чтобы как-то компенсировать нехватку вот этой способа обеспечения выполнения боевой задачи. Вот, кстати, именно поэтому в армии, допустим, Соединенных Штатов циркулирует поговорка, что армии США на войне командует не генералы, а командуют капитаны и майоры, то есть командиры рот, командиры батальонов. Они определяют, какими силами и средствами они могут выполнить ту или иную поставленную им боевую задачу. Вот в чем разница подходов. Вот примерно тезисно я вам объяснил. Вторая, конечно, американская, она принята в странах НАТО, она принята в самом Альянсе. Такая постановка задачи и подготовка к ее выполнению. Такую методику мы сейчас пытаемся внедрять уже на практике, когда согласовывается с непосредственными исполнителями, согласовывается решение на бой. Единственный ее, на мой взгляд, недостаток, это время и большие затраты материальных ресурсов. То есть в российской армии солдату могут приказать ни шагу назад, иначе расстрел. Что мы с вами наблюдали, там, за градотряды, вспомните, да, Росгвардия, Кадыровцы, там, и прочее. И расстреливают тех, кто побежал с позиций. Помните видео, как лупили, там, этих мобилизованных за то, что они ушли с позиций. А с другой стороны, это именно по времени больше подготовка решения, и больше затрат, материальных затрат и людских затрат в плане обеспечения его выполнения. Вот это вот как из две отличительные черты подходов в военном деле у НАТО и у России. Есть вопрос, как выводят войска при капитуляции, как делают зачистку от войск противника. Давайте так, я думаю, что мы не будем отступать от норм и правил, которые существуют в мире. В России есть очень много прецедентов, точнее, не прецедентов, а так, много образцов случаев, когда принимается капитуляция войск. Смотрите, войска, которые капитулируют, они прекращают огонь и выбрасывают белый флаг. Так это называется. Поднимают белый флаг, называется выбросить белый флаг. Отправляют парламентеров к войскам, победителям, и заявляют о том, что они готовы сложить оружие, готовы сдаться. После этого войска выходят с боевых порядков, складывают оружие, технику оставляют, складывают стрелковое оружие, и их собирают на сборных пунктов, а дальше там судьба решается, либо передача их к той стране, которой они принадлежат. Если они совершали военные преступления, значит их осуждают за эти военные преступления, несут ответственность вплоть до уголовной. Ну а техника и вооружение этой армии, которая капитулирует, она достается в качестве военных трофеев армии страны-победителя. Ну а территория или местность, которая освобождается от оккупационных войск, она защищается в соответствии как подразделениями регулярной армии, если такая необходимость есть, так и подразделениями сил национальной гвардии, правоохранительными органами и так далее. Но здесь нет ничего неординарного, я думаю, что мы будем поступать именно так же. Вот смотрите, у нас сейчас формируется гвардия наступления, 8 бригад. 6 бригад на базе МВД, 1 бригада на базе национальной полиции и 1 бригада на базе государственной пограничной службы. Вот вам, пожалуйста, уже есть как минимум 2 бригады на базе пограничной и на базе национальной полиции, которые могут выполнять функцию правоохранительных органов, проводить зачистку. У них есть бронетехника, у них нет тяжелого вооружения, они более маневренные, более быстрые и они могут производить зачистку. Также национальная гвардия, это ее одна из основных задач, восстановление и поддержание конституционного порядка на территории страны. Вот зачистка это и есть подавление очагов сопротивления, потому что не все могут подчиниться централизованно сдаче, капитуляции и сложению оружия. Могут остаться очаги, где они будут еще даже сопротивляться, может кто-то убежит из российских военнослужащих, будет пытаться прорваться на территорию Российской Федерации. Все такие группы должны будут локализоваться, им предложено будет сдаться, если нет, они будут уничтожаться путем огневого воздействия. Вот так примерно проходит капитуляция в любой войне. Расскажите, что за традиция подписывать снаряды, за Харьков, за Херсон, за еще там что-то. Я понимаю, как бы отомстить, но всегда ли так делают? Я видел сотни отливийских мин у минометчиков и они были все подписаны. Да, я не знаю историческую справку этой традиции, но я думаю, что это огромное желание просто отомстить врагу за ту боль и те беды и горе, которые он принес на территорию той страны, которая, допустим, обороняется. Ну, а с другой стороны, это ненависть противника, который хочет захватить и уничтожить ту страну, на которую он напал. И вот это, оно в основном играет пропагандистскую роль. Понятно, что противник не прочитает эту надпись. Понятно, что снаряд взорвется и никто не узнает, там вся краска сгорит, снаряд разорвет на мелкие кусочки. Никто не узнает, что там было написано. Но сам факт, это в основном морально-психологическое удовлетворение с любой стороны в ходе ведения этой войны. Тем более, что артиллерия, которая применяет эти боеприпасы, она не находится на переднем крае. Она, как правило, находится немного за боевыми порядками войск и прямого боевого столкновения, ну, за исключением минометчиков. Они непосредственно за обороняющимися войсками находятся, вот, и находят ближе всех к переднему краю. Но артиллеристы, они находятся довольно далеко. И у них, и вот такое желание, как бы, отомстить врагу, победить и победить в этой войне, вот, вызывает такие эмоции. И один из способов выражения этих эмоций, это написать на снаряде. Я знаю, что даже некоторые фонды волонтерские, там, и фонды помощи вооруженным силам, или силам обороны Украины, даже предлагают, что вы можете, там, внести какое-то пожертвование, ну, сейчас модное слово, задонатить на вооруженные силы Украины, и за это от вашего имени, все, ну, любую надпись сделают на боеприпасе, сфотографируют, вам пришлют эту фотографию, будете гордиться тем, что вы, вот, ваша личная надпись улетела, мина, именная мина или именной снаряд улетел, громить нашего врага, внес лепту в нашу победу. Я даже знаю такое, что продаются, вот, как бы, рекламные площади на боеприпасах, ну, если так, это можно утрированно выразить. Ну, а откуда вот пошла традиция, честно говоря, не знаю, надо посмотреть историческую справку. Следующий вопрос. Наши айтишники, начебто, с успехом проводят кибератаки. Пытание, чи, можливо, на деякий час вымкнути систему распізнавания свитчужий у России? Та, які бажані наслідки можуть бути? Дякую. К сожалению, нет. Как правило, такие системы имеют замкнутый, локальный, носят локальный характер. Они не имеют связи с внешним миром. И можно скопировать сигнал свой-чужой и тем самым ввести противника в Оману, обмануть противника. Но вмешаться в систему и погасить ее невозможно, потому что на вот эти вот блоки управления стоят на каждой системе, на каждой системе противовоздушной обороны. Каждая пусковая имеет такой, точнее не пусковая, а каждая радиолокационная станция имеет такой прибор, который определяет свой-чужой. Это надо либо перепрограммировать все приборы, а так, чтобы вмешаться как таковой в эту систему и вывести или перекодировать дистанционно ответчики или приборы оповещения свой-чужой, физически невозможно. К сожалению, это невозможно. Можно захваченный прибор перепрограммировать и использовать в качестве обмана или противника. Но по-другому никак. А насколько это правда, что ЧВК не может призывать зэков? Ведь если они самые дееспособные, то зачем Российской Федерации блокировать действия и развитие частных военных компаний? Тем более, таким образом можно чистить тюрьмы, уменьшать налоги и все-таки выполнять какие-то военные задачи. Дело не в том, что тут избирательно просто. Никто не запрещал вербовать заключенных. Их продолжают вербовать, только другие. Понимаете? То есть, ЧВК Вагнера, она просто попала в немилость. У них, будем так говорить, черная полоса. Даже у самой ЧВК никакой черной полосы нет. Они как воевали, так и воюют. Наши бойцы на передовой все равно говорят, что и зэки, в том числе, ходят в атаке, и вагнеровцы ходят в атаке. Это не прекратилось. И вот эта истерия, что им там не дает никто боеприпасов. Это все политические игрища Пригожина. Он пытается набрать политический вес. Я думаю, что они для него очень плохо закончатся. Потому что тоталитарная государственная машина, такая, как построена Путина в Российской Федерации, она не терпит вот таких вот выскочек и не терпит таких амбициозных людей. Она терпит ропотное подчинение. Было необходимость, чтобы ЧВКшники прорвали фронт и сдвинули фронт с мертвой точки. И, допустим, дали передышку, пока воевали ЧВК, там, вооруженные силы России, укомплектовывались там теми же мобилизованными. Да, подтягивали резервы, перебрасывали их и так далее. Учили. Вот. А когда Мавр сделал свое дело, и Мавру сказали, что стань в строй, вернись в строй, стань на место. А он сказал, как это, я же вот крылья расправил, я же тут политический деятель великий. И начал открывать рот. То это еще не говорит о том, что ЧВК сегодня не воюет или их уничтожает. Плюс, вы же не забывайте, что Министерство обороны Российской Федерации свою, патриот называется, частная военная компания. И они теперь вербуют зэков. Теперь большинство зэка, заключенных, подписывают контракты с Министерством обороны. Они-то все легализовывают каким-то образом, я не знаю, как это объясняется в правовом поле, но тем не менее, они какие-то там постановления, законы, приказы пишут и подписывают контракты с этими. Кстати, сейчас там подписывают контракты с Министерством обороны. Поэтому все осталось на своих местах. Это просто политические игрища, которые мы с вами наблюдаем. А под водой айсберг плывет, все хорошо и воюет так же, как и воевал ранее. И на таких же ответственных участках фронта, как и ранее. Что вы думаете касательно заявления пана Данилова, что честно было бы, чтобы наши танки были у Кремля? Да. Разве это не стимул для усиления войны со стороны Российской Федерации и, возможно, Третья Мировая? Заранее спасибо. Да посмотрите на Российскую Федерацию. Российская Федерация уже начинает загибаться в этой войне. Путин не знает, как остановить боевые действия. Он готов на все, готов на любые переговоры. Но единственное, он не может поступить со своими принципами, пойти на компромисс. В плане того, что отступить. Но он очень хочет. Вы смотрите, волна за волной Россия поднимает в политическом смысле в мире. Что давайте переговоры. Мы же мирные люди. Мы же хотим перемирия. Давайте прекращать огонь. Давайте садиться за стол переговоров. Россия сегодня выдыхается. Ну а насчет того, что честно, поэтому стимул, что Россия увеличит конфронтацию на фронте, она не может. Физически сегодня не может. Ну а насчет того, честно было бы, если бы наши танки были у Кремля, ну не знаю, здесь как бы двойственная у меня позиция. С одной стороны, конечно же, мне очень хотелось бы, чтобы мы, как вот они хотели парад на Хрещасике провести, да, везли с собой парадную форму 24 февраля 22 года. Может быть и нашим бойцам было бы за счастье пройти по брусчатке Красной площади с нашими сине-желтыми флагами. И спеть там гимн Украины, сказать, что не вмерло в Украине, ни слава, ни воля. Это с точки зрения патриота для меня было бы очень приемлемо. А с другой стороны, ну, принцип мы свое на вид дому, а чужого нам не треба, для меня тоже, тоже хорош. Тоже устраивает. Не надо давать повода, что мы агрессоры и мы готовы захватывать. Что нам потом делать? Ну хорошо, дойдем мы до Москвы, разгромим, проведем парад на Хрещасике. Что нам потом делать? Как нам кормить эту арабу и содержать? Что это? Это границы Украины переносить туда? Или откатиться назад на свои границы и сказать, ну вот мы сходили в поход и нам хватит. Поэтому тут я думаю, что целесообразность. Главное максимально освободить свои территории, нанести военный разгром Российской Федерации, мощный. И дальше уже с помощью международных инструментов держать Россию в жестких рамках. Ограничить ее в количестве армии, ограничить ее в количестве и в качестве вооружения, полностью лишить ее ядерного арсенала. Я думаю, именно на это нацелен Запад. Это одно из будет критериев окончания этой войны, точнее последствий для Российской Федерации, вот этой военной авантюры, которую затеял Путин. Я думаю, что Российский ядерный арсенал будет взят под международный контроль. Это как минимум, как максимум будет утилизировано. Вот такие вот события. Ну что ж, на этом, наверное, мы вторую часть вопросную с вами тоже закончим. И у нас остается третья часть, это оглашение приветствий, комментариев и пожеланий, которые вы прислали к предыдущим видео. И вот такой вот комментарий, справочный, первым прозвучит о прозрачной броне. Как-то поднимался такой вопрос. Так вот, прозрачная броня в танке воспроизводится с помощью шлема. Шлем, как у пилота-истребителя. Ну, спереди у шлема сконструирован дисплей, и на нем все видно. Куда поворачивается голова командира танка, видно при помощи камер на броне. Прозрачная броня, в том числе на других дисплеях, видна вся картина боя, и высвечивается информация из дронов. Какая система управления используется уже несколько лет в танках Меркава-4. И все время, круглый год тренировки. Хочешь мира, готовься к войне. Героям слава. Ну, я скажу так, что у японцев, у них мониторы расположены по всему периметру башни. Ну, вот, например, изделие 100, вот новые эти танки с прозрачной броней. Могут применять, только вы сказали, надо говорить не как у пилота-истребителя. Впервые вот этот шлем, или очки даже, не шлем, а очки игровые, были разработаны в качестве аксессуара для компьютерных игр. И потом военные сообразили и сказали, слушайте, а чужих не использовать в военном деле. И сначала действительно появился шлем пилота, когда, помните, показывали, как вот пулемет системы Гатлинга на вертолетах огневой поддержки Соединенных Штатов поворачивался вместе с головой, куда смотрел пилот вертолета, туда смотрел и ствол пулемета. Это были первые такие наметки в системах управления огнем. А сегодня, да, одеваешь шлем и такое впечатление, что ты не в танке сидишь, а стоишь на улице и смотришь вокруг себя. Следующее. Безнаказанность порождает вседозволенность. Яйца по 17 гривен штука и сияющая улыбка, не маяк. Не маяк ли для коррупционеров и мародеров? Можно тратить бабло КАМАЗами. Тирить, извините, можно тирить бабло КАМАЗами. Ну, вот такой комментарий. Стриманность и последовательность. Стриманность, с нетерпением, ждем на ваш добрый день, мы из Украины. Ну, что ж, витаю вас всех с победой. Это то, чего мы все желаем, на что ждем уже так долго. Витание из города Лева. Слава Украине. Да, слова, что на реште мы перемогли, чем перемога, я думаю, что ждет вся страна, от мала до велика и весь цивилизованный мир. Относительно Китая. Язык дан, чтобы скрывать наши мысли. Действия могут быть противоположны словам. Ну, очень метко, как для меня, так очень метко вы сказали про Китай. За нашу и вашу свободу, разум до перемоги, Каунас, Литва. Спасибо за выпуск. Скорейшей победе Украине и поражение путинским оккупантам. Позор террористической и фашистской России. Привет из Новгорода. Достижение Путина за год специальной военной операции. Так Путин называет войну против Украины. Ну, тут куча по пункту. Первое. Возродил НАТО. Второе. Попал в полную зависимость от Китая. Третье. Потерял 300 миллиардов золозавалютных резервов. Четвертое. Потерял рынок нефти, газа и нефтепродуктов Европы. Не только, кстати, Европы. И на мировых очень сильно просели. Пятое. Потерял значительную часть экспорта металлов и леса. Шестое. Потерял иностранные компании и иностранных инвесторов. Седьмое. Потерял огромное количество важного для демографии молодого, трудоспособного населения убитыми, ранеными и уехавшими. Восьмое. Потерял огромное количество востребованных молодых специалистов с перспективными профессиями. Девятое. Кратно ускорил отток капитала. Десятое. Потерял рынок космических запусков, да и научный космос тоже. Одиннадцатое. Потерял автопром полностью. Двенадцатое. Потерял рынок авиаперевозок. Тринадцатое. Превратился в изгоя и спонсора терроризма. Продолжение следует. Спасибо. Очень хороший комментарий. Щодо собак. Під час Другої світової дресуровання собак проти танків було дуже сумнівним по доцільності. Лише незначна кількість собак досягала цілі. Періодично підривали свої танки. А тренувалися вони, звісно, зі своїми танками, не з німецькими. А також регулярно підривали своїх дресуровальників. Ну, вот такая вот ремарка по вопросу о применении собак в качестве противотанковых средств. По поводу ядерки. Нихрена у них не выйдет с модификациями Р-36М Сатана. Это полностью украинская разработка. И даже правильной документации на нее у московитов нет. Какая нафиг модификация? По справедливости ради у них есть тополь и тополь М. Да, 40 лет назад это было страшное оружие, которое не перехватить. Но прошло 40 лет, а Америка, в отличие от Раши, на месте не стояла. Сейчас тополь М перехватывается на раз. Вот такой вот комментарий. Россия разменная монета Китая. Украина щит и меч Запада. Почувствуйте разницу. Это же Путин ездит по миру с протянутой рукой, выпрашивая деньги и оружие. Ну, насчет денег пока он не выпрашивает, но оружие и амуницию сто пудов ездит и выпрашивает. Первое. Предлагаю. Американцы откажутся вести переговоры с россиянами, которые в одностороннем порядке приостановили договор о стратегических наступательных вооружениях. Не предусматривающий приостановок. Это, кстати, очень важный момент. Договор нельзя временно выйти из договора. Скорее всего, НАТО придет к выводу, что целесообразно разместить американские ядерные ракеты и американские самолеты пятого поколения в Эстонии, Финляндии, Норвегии и Украине в ответ на российскую приостановку договора о стратегических наступательных вооружениях. И третье. Правительство США может увеличить ядерные силы в составе вооруженных сил США. Вы знаете, ваш комментарий я бы, наверное, отнес к тому, который я прочитал чуть ранее, о достижениях Путина в войне против Украины. То есть он сделал все, чтобы увеличить или усилить НАТОвскую группировку и сохранить даже, не столько возродить, сколько сохранить блок НАТО. Он потихоньку уже практически расползался. А сейчас он консолидированный, мощный и полный решимости помочь Украине добиться победы в этой войне над Российской Федерацией. За что боролись, на то и напоролись. Ну что ж, вот на такой мажорной ноте мы с вами закончим сегодняшнее видео. Я благодарю вас за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Опять же, неустанно приглашаю подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. И тогда его смогут увидеть как можно большее количество людей. Отдельные слова благодарности спонсорам канала и тем, кто помогает моему каналу. Благодаря вашей помощи у меня есть возможность записывать эти видео и доносить до вас эту информацию. Ну а мы с вами продолжаем верить вооруженным силам Украины. Примога за нами! Слава Украине! Продолжение следует...